всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и в этом видео я предлагаю такой коротенький экспресс мастер-класс по вязанию жилетой либо без рукавки я сейчас поставлю фотографии как смотрится этот жилет на мне этот жилет будет хорошо смотреться если под него пододеть рубашку будет такой строгий и красивый деловой образ также я его ношу с открытыми руками мне так комфортно очень теплый получился жилет легкий комфортный я ношу его с удовольствием так что если вы хотите связать себе такой же жилет смотрите это видео до конца я вам расскажу основные моменты которые помогут вам связать такой же жилет я вязала это изделие из пряжи alize angora gold земли то есть это пряжа с ниточкой люрекса не знаю вот видно вам или нет в общем у него такой нежные слегка слегка заметный блеск есть в общем такая ниточка нарядная достаточно и смотрится очень хорошо в изделии также я могу порекомендовать вам из этой же серии то есть серия alize angora gold есть еще пряжа star она с пайетками то есть такие мелкие мелкие не часто встречающиеся пайетки также это все очень красиво выглядит и так достаточно эстетично и еще есть пряжа angora gold ambre batik правда имейте ввиду что в том мотке 150 грамм и это хватит наверное на маленький размер на свой размер ну где-то 48 50 может даже больше потому что он такой свободный у меня у меня ушло 220 грамм то есть вот у меня было три мотка и этот моток остался у меня почти целый вязала я круговыми спицами номер 4 на леске леску я меняла в начале леска маленькая у меня была дальше я переставляла более длинные размеры лески для того чтобы мне было вязать комфортно итак начинаем мы вязать изделие сверху вниз в начале я сделала итальянский наборный край провязала 4 ряда полы резинки и далее связала высоту ворота которая мне было необходимо то есть я провязала 15 сантиметров далее я разделила петли на перед спинку и два погона на погоны я оставила по 9 петель потому что у меня коса будет по 3 петли перекрещивания здесь как перекрещиваются косы я вам записала отдельный кусочек видео дальше включу посмотрите после того как провязана была горловина я поворотными рядами вывязала росток и небольшой глубин углубление горловины по переду и так мы с вами вяжем круговыми рядами делая прибавки с двух сторон от погонов пока линия плеча у нас не достигнет необходимого нам размера можно это сделать вычислить на примерке то есть вы примерили на себя вот это изделие но на надо будет тогда переодеть петли на какую-то длинную леску либо на нить чтобы примерить была возможность и смотрим до куда у нас нам необходимо довязать вот эту линию плеча у меня этот погон заканчивается по середине плеча то есть вот того плеча которая на руке да там где бицепс то есть вы взяли надели на себя примерили и посмотрели сколько вам еще сантиметров необходимо там довязать либо уже можно остановиться далее мы переходим на поворотное вязание и вяжем отдельно перед и спинку и в поворотных рядах мы провязываем примерно половину проймы по прямой дальше у меня здесь идут прибавки видите линия проймы здесь закругляется и я не помню на память то ли 6 или 8 прибавок я здесь сделала то есть равномерно распределяем вычисляем по сантиметрам сколько нам еще необходимо связать да и вычисляем через какое количество рядов нам эти прибавки нужно добавить вот так вот у меня выглядит линия проймы далее когда у нас связаны и перед и спинка мы снова объединяем все петли в круг и начинаем вязать дальше снова по кругу и вот здесь вот когда я уже перешла на круговое вязание я снова те же самые петли сократила то есть сколько я прибавила вот здесь то есть я прибавляла и на спинке и по полочке точно также я двойными убавками сократила эти петли то есть у меня изделие немножко вот видите если вот так вот посмотреть вот она у меня ушло и обратно пошло все дальше мы вяжем до необходимого размера здесь внизу хотите сделайте какую-то планку или еще что-то я не стала ничего делать просто закрыла петли как и закрывала петли также есть видео так что увидите дальше жилет вяжется легко но имейте ввиду достаточно долго потому что это резинка и считая здесь вот если бы мы вязали лицевой гладью он бы у нас был в два раза больше но носить его комфортно он такой приятный к телу нигде ничего не тянет не давит теплый так что это ниточка ангора gold достаточно теплая да кстати я вам не сказала по поводу состава 75 процентов акрил 20 процентов шерсть и 5 процентов металлик ну то есть вот это вот не до ниточка люрекса и вязала я на четвертом номере спиц пожалуй это все о чем я так вкратце вам хотела рассказать дальше смотрите моменты вязания и можете повторять в данный момент у меня провязан ворот и я начала обвязывать плечевые скосы давайте по порядку значит изначально я набрала на спицы петли итальянским набором вот видите какой наборный край все красиво и ровно и хорошо тянется провязана здесь четыре ряда полой резинки дальше идет резиночка один на один и здесь у меня связано 15 сантиметров кажется ну да около 15 сантиметров резинка потому что тянется то есть когда я вязала я намерила 15 сантиметров сейчас немножко потянула в другую сторону сейчас уже 14 с половиной в общем вязание это у нас дело такое далее я начала вывязывать плечевые скосы вот с такими декоративными косами с двух сторон откос делаются прибавки то есть это у нас линия плеча идут сейчас у меня провязано 20 рядов плечевых скосов из-за эти 20 рядов я вывязала росток то есть вы сами видите что вот здесь вот разница между передом и спинкой есть как делаются прибавки по линии плеча справа от линии плеча то есть вся коса это линия плеча мы оставляем одну петлю из петли предыдущего ряда достаем петельку накидываем ее на левую спицу и провязываем затем провязываем петлю петлю которую мы оставляли всегда провязываем изнаночной дальше провязываются петли линии плеча прибавка слева делается в обратном порядке сначала провязывается петля изнаночной затем мы подхватываем петлю предыдущего ряда вот так нам надо чтобы она у нас была перекрещена и вот за левую стеночку провязываем ее так чтобы она перекрестилась все дальше вяжем изделие по рисунку перекрещивание в косах делается поочередно влево и вправо прошлый раз было перекрещивание вправо сейчас нужно сделать перекрещивание влево для этого мы снимаем 3 петли которые у нас идут первыми не провязывая ниточка остается за работой дальше провязываем 3 петли лицевыми и вот эти три петли которые мы не провязали нам сейчас нужно подхватить на левую спицу вот так вот таким образом теперь мы придерживаем хорошо петли чтобы они у нас не разбежались вытаскиваем правую спицу и подхватываем провязанные петельки смотрите таким образом у нас произошло перекрещивание вот у нас выходит рабочая нить провязываем 3 петли которые мы сейчас поменяли местами и оставшиеся 3 петли также провязываем лицевыми косу на втором плече мы будем перекрещивать в противоположную сторону и так у нас здесь было последнее перекрещивание влево сейчас мы сделаем перекрещивание вправо и чередовать такие перекрещивания в косах нужно в каждом третьем ряду и так вот эти три петли первое провязываем лицевыми следующие три петли я переснимаю на правую спицу но перед этим ниточку мы выводим вперед и 3 петли переснимаем на правую спицу вот ниточка осталось перед петлями далее мы провязываем 3 оставшиеся петли лицевыми вот что у нас получилось теперь нужно пропустили 3 петли которые у нас провязаны и вот эти три петли которые мы переснимали подхватываем левой спицей вот они 3 петельки аккуратно достаем правую спицу здесь придерживаем все петельки пальчиками и подхватываем провязанные петли на правую спицу нам осталось перекрещивание у нас получилось и нам осталось провязать вот эти три петли лицевыми все далее перекрещивание делаем в каждом третьем ряду и так мой жилет почти готов вот тут связано у меня проймы с прибавками дальше я делала убавки вот здесь вот по боковому краю и довязала жилет до необходимой длины теперь я переставила спицы на пол размера больше и буду делать закрытие петель закрывать я буду спицами потому что попробовала на образцах и закрытие иголкой и закрытие спицами и эластичное закрытие и обыкновенное закрытие и в итоге выяснилось что самое простое классическое закрытие петель спицами смотрится в этом случае лучше всего поэтому чтобы у нас крайне стянулся спицы берем на пол размера или на размер больше и делаем закрытие и так маркер убираю он мне больше не нужен и будем провязывать петли по рисунку смотреть если у нас идет изнаночная лицевая мы провязываем изнаночную петлю далее мы провязываем лицевую петлю и сейчас вот эти две петли нам нужно переснять одну через другую все петли сильно не затягивайте дальше мы провязываем изнаночную петлю переснимаем первую петлю через вторую снова провязываем лицевую переснимаем изнаночную пересняли вот таким образом делаем закрытие все закрываем петли по кругу и в конце я покажу как закрыть последние петли все осталось последняя петля как ее заправить нам понадобится гулка для трикотажной пряжи кончик нити я обрываю или обрезайте вот смотрите вот она последняя петелька и чтобы вот здесь не было такой вот так скажем прорезий да мы сейчас заправим красиво эту петельку мы ее вытаскиваем сквозь вот эту последнюю петлю цепочки вставляем нитку в иголку и теперь вот смотрите нитка выходит из петли проходим через первую косичку вот той петли которую мы начали закрывать через первую петлю и возвращаемся вот сюда же то есть мы сейчас иголкой создали еще одну петлю косички вот что у нас получилось и далее нам с вами нужно спрятать во-первых завязать узелок и спрятать хвостик ниточки ниточку мы будем прятать вот в этих петлях косички вот в эту петельку далее вот в эту смотрите ее совершенно не видно здесь мы разворачиваемся и идем в другую сторону точно также смотрите с лицевой с лицевой стороны ничего не видно принципе с изнаночной тоже все ниточку можно обрезать вот посмотрите вот так вот выглядит край и уже просто не найти где мы спрятали ниточку точно так же мы прячем остальные хвостики то есть хвостик с которого мы начинали и вот здесь вот хвостики которые добавляли в рукавах аккуратно точно по такому же принципу продеваем нитки через петли с изнаночной стороны имя имя